В этот день 25 декабря 1759 года академик Йозеф Браун в Санкт-Петербурге первым в лаборатории получил низкую температуру, достаточную для затвердевания ртути. В 1734 году из Сибири в Академию наук писал казак Пётр Саламатов, которому поручили измерять температуру воздуха. В данных мне инструментах от великих мразов перемена такова бывает, а именно из барометров от тех великих мразов ртуть смерзнется кусками, а в термометров входит вся вниз. Ну понятно, решили академики, бестолковый казак сломал градусники, ну не может же ртуть замерзать, где это видано? Саламатов получил нагоняй, однако 25 лет спустя один из ученых мужей реабилитировал сверяка. Йозеф Браун был приглашен из Германии в 1740-х годах, внимательный к мелочам, умный, он был нужен Академии наук, он писал труды и по философии, и по астрономии, и по метеорологии. Дружил с Ломоносовым, порядком обрусил. В декабре 1459 года в Петербург пришли страшные морозы ниже 30 градусов, чем и решил воспользоваться Браун. С помощью снега и азотной кислоты он в условиях лаборатории добился температуры ниже минус 40 градусов. Каково же было его удивление, когда ртуть замерзла. Он извлек ее из градусника и даже сумел ее отковать. Открытие имело международный резонанс. Во-первых, никто прежде таких низких температур не добивался. Во-вторых, казалось, что ртуть это металл. Да, раньше в этом сомневались. В-третьих, как писал Эйлер, крупнейший математик века, «Открытие профессора Брауна величайшей важности, и оно доставило мне особое удовольствие, поскольку я всегда считал, что теплота есть истинная причина жидкого состояния. То есть, оказалось, агрегатное состояние вещества зависит от температуры». В этот день, 25 декабря, родились Модест Клер, уральский геолог и палеонтолог, руководитель Свердловского краеведческого музея. Павел Васильев, русский поэт, расстрелян в 1937 году. Николай Касаткин, художник-передвижник. За что современники прозвали Николая Касаткина «некрасовым русской живописи». Ответом могут послужить хотя бы названия его картин. «На торфу», «Шахтерка», «Сбор угля бедными на выработанной шахте», «Углекопы смена». Это один из первых художников, кто главным героем из своих полотен сделал простых работяг, бедняков. Касаткин был одним из последних и убежденных членов товарищества передвижных выставок, кто двигал искусство в народ. На его творчество оказала влияние и дружба со Львом Толстым. И, кстати, картины Касаткина многие находили очень литературными. Герои на них будто оживали. Неудивительно, что именно такой человек стал самым первым народным художником республики в РСФСР. Его же часто считают одним из отцов соцреализма. Как про него говорили, Касаткин – последний знаменосец передвижничества, ставший творцом новой истории искусства России. Конечно, человеку таких идей было проще всего пригодиться новой большевистской власти, найти общий с ней язык. Его даже командировали в Британию, чтобы он там запечатлел борьбу английского пролетариата за свои права. Правда, по итогам поездки газеты констатировали – Некрасов русской живописи не стал горьким советской живописи. Творческий подъем у художника уже прошел. Ему было немало лет. Касаткин умер в 1930 году, когда ему было 70 лет. 25 декабря 1939 года образована ОКБ Микояна Игуревича. Редко какой творческий тандем оказывался более плодотворным. Микоян Игуревич – два инженера, два добрых коллеги, которые в 1939 году возглавили конструкторское бюро, и, как написал один из британских журналистов, оказали значительное влияние на ход развития русской истребительной авиации в течение ближайших 25 лет. Микоян был младшим братом знаменитого партийного босса Анастаса Микояна, хотя он далеко не всегда пользовался его влиянием, работал на заводе, в трамвайном парке и возглавил КБ не только благодаря протекции, но и своему таланту. Если в пору прошневых истребителей самолеты МИГ были несколько на втором плане, то когда пришла реактивная эра, они завоевали мировое небо. Военные самолеты серии МИГ до сих пор самые многочисленные среди реактивных. МИГ-15 добился господства в небе Кореи в 50-х. МИГ-25 достиг небывалых высот и скорости. Первые катапультирующие кресла, первые самолеты с изменяемой геометрией крыла. Всего за самолетами Микояна и Гуревича 55 мировых рекордов. 25 декабря 1846 года под руководством Курчатова в Советском Союзе запущен первый в Европе ядерный реактор. 25 декабря 1862 года СССР провел последнее ядерное испытание в атмосфере. Таким был этот день 25 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова